Привет, друзья! Виндзоры – правящая королевская династия в Великобритании. Им принадлежит ряд титулов. С 1917 года – короли Британского королевства, с 1917 до 1950 года – императора Индии, а с 1949 года – главы Содружества наций. Дом Виндзоров был основан в 1917 году Георгом Пятым. Родоначальный дом. В 1826 году была основана Саксон-Кобург Котская династия, члены которой правили во многих странах Западной Европы. Эта династия вступила и на британский трон. Случилось это в 1901 году, когда ушла из жизни королева Виктория. Но давайте обо всём по порядку. Перед тем, как мы начнём, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Далее мы расскажем, как живёт королева Великобритании Елизавета II, биография и интересные факты династии Виндзоров. После Виктории королём стал Эдуард VII. В 1917 году наследником Эдуарда, Георгом Пятым, было принято решение отказаться от немецкого названия династии. Таким образом, 1917 год стал годом основания Виндзорской династии, которая правит Великобританией и в наши дни. Генеалогия. Династия Виндзоров считается ветвью Дома Веттингов. С 1901 по 1910 год королём Британии был Эдуард VII, который является единственным британским монархом Саксом-Кобург Готской династии. Если руководствоваться классической генеалогией, родство нужно считать по линии мужа. Таким образом, династия Виндзоров должна была оборваться на нынешней королеве. Всё дело в том, что муж Елизаветы II, принц Филипп, был членом Ольденбургского дома, поэтому принц Чарльз тоже должен принадлежать к этому дому монархов. Но в 1952 году королева Елизавета II издала прокламацию, в которой было сказано, что её потомки являются членами дома Виндзоров, несмотря на то, что они не являются потомками Виктории и Альберта по линии короля. В городе Виндзор, который расположен на территории Англии, находится замок, являющийся резиденцией британских монархов. Построена крепость была почти тысячу лет назад в долине Темзы. Архитектором замка является Хью Мэй. Основателем символа британской монархии был Вильгельм I Завоеватель. Предположительно, дата основания замка – 1070 год. За всю историю существования замок неоднократно изменялся в дизайне и расширялся под влиянием вкусов правящих монархов. Но все основные здания изменений не потерпели. В центре на холме находится круглая башня, перед ней расположен верхний двор. Слева от круглой башни располагаются государственные палаты, а справа – южное крыло. Напротив башни находятся королевские апартаменты с видом на восточную террасу. На данный момент Виндзорская династия насчитывает четырёх монархов. Первым из них был Георг V. Он правил Соединённым Королевством Великобритании и Ирландии в течение 26 лет. После его смерти трон на 10 месяцев занял его сын Эдуард VIII, который правил Британией в течение лишь 10 месяцев. С 1936 по 1952 год королём Британии был Георг VI. После его смерти на трон ступила его дочь Елизавета II, которая правит до сих пор. Основатель дома, король Георг V, родился в 1865 году в Лондоне. Он является внуком королевы Виктории. Его мать – родная сестра супруги императора Александра II. В 1892 году Георгу был присвоен титул герцога Йоргского, а спустя 9 лет он стал принцем Уэльским. В 1910 году умер отец Георга. Спустя год сам Георг стал новым королём Британии. Правил он до 1936 года. Причиной смерти короля стало заболевание лёгких. Эдуард VIII и Георг VI. У Георга V было два сына – Георг и Эдуард. Второй должен был стать новым королём Британии после смерти отца. Эдуард пробыл верховным монархом лишь в течение 10 месяцев, после чего отрёкся от трона, так и не быв коронованным. Причиной отречения было желание Эдуарда жениться на Уоллис Симпсон, которая была разведённой. Кабинет министров Великобритании не давал разрешения королю вступить в брак с разведённой женщиной. В 1936 году он стал герцогом виндзорским. После отречения Эдуарда на престол вступил его брат Георг VI. Король пытался обратиться к Адольфу Гитлеру перед началом Второй мировой войны, чтобы попытаться уладить конфликт мирным путём. Однако премьер-министр Чемберлин отказал монарху, поскольку считал, что сам может уладить назревающий конфликт. В 1948 году у короля был обнаружен рак лёгких из-за того, что он много курил. В 1952 году его дочь Елизавета с мужем Филиппом отправились отдыхать в Африку. Во время их пребывания в Кении король Великобритании Георг VI умер. Правительство во главе с премьер-министром Уинстоном Черчиллем пыталось связаться с Елизаветой, чтобы сказать ей о смерти отца, но дозвониться к ней не удавалось. Черчилль не хотел, чтобы Елизавета узнала эту новость по телевизору или радио, поэтому принял решение запретить каналам объявлять о смерти короля. Вскоре он всё же дал разрешение BBC и другим телеканалам оповестить мир о том, что монарх мёртв. В феврале 1952 года Елизавета вернулась из Африки уже новой королевой Британии. Елизавета появилась на свет в 1926 году. На трон ступила в возрасте 25 лет после смерти своего отца Георга VI. Она является самым долгоправящим монархом в истории королевства. Королевой Елизавета стала в феврале 1952 года, а коронация состоялась в июне 1953 года. Уинстон Черчилль предложил королеве отсрочить дату коронации. Елизавета понимала, что он делает это для того, чтобы удержать за собой кресло премьер-министра Великобритании. Она согласилась ждать более года своей коронации. Взамен она попросила своего министра о нескольких услугах, касающихся увлечения её мужа Филиппа. На данный момент Елизавета II является королевой нескольких независимых государств, в том числе Австралии, Новой Зеландии и Канады. В октябре 2016 года умер тайский король. С тех пор британская королева заняла первое место среди всех действующих глав государств по сроку правления. За время правления Елизаветы II произошло много исторических событий. Отметить стоит следующее. Окончательный распад Британской империи, которая трансформировалась со временем в Содружество наций. Конфликт на территории Северной Ирландии, который был вызван спором между властями Великобритании и ирландскими органами управления республиканского уровня. Войны в Азии и на Ближнем Востоке. Коронация. Церемония коронации прошла в знаменитом британском аббатстве Вестминстер. Особенность церемонии заключалась в том, что её транслировали по телевидению. Полагается, что именно это событие положило начало стремительному росту популярности всего телевещания. Правительство королевства было против трансляции коронации. Однако муж королевы, принц Филипп, смог убедить Елизавету в необходимости привлечения телетрансляторов. С 1953 по 1954 год королева отправилась посещать страны Содружества и колонии Великобритании. Она стала первым в истории британским монархом, который ступил на земли Новой Зеландии и Австралии. Первые 40 лет правления. В 1957 году в отставку был отправлен сэр Энтони Идден, который был премьер-министром королевства после ухода Уинстона Черчилля. Королева была вынуждена самостоятельно назначить нового главу правительства. Им стал Гарольд Макмиллан. В течение 1957 года Елизавета II посетила Соединенные Штаты Америки и Канаду впервые в качестве королевы Великобритании. Также на протяжении года она выступила с речью на одном из заседаний Генассамблеи ООН. ООН – слово такое знакомое, но в то же время далекое для большинства граждан нашей страны. А ведь прошло уже 30 лет с момента распада СССР, и мы живем в новой реальности, в которой у нас также происходит много чего интересного в политике. Например, с 1993 года работает Госдума России. И чтобы каждый житель страны мог лично наблюдать за политической жизнью государства, рекомендую к просмотру официальный канал Госдумы Российской Федерации, где в прямом эфире можно наблюдать выступления представителей правительства, а также за судьбой принимаемых законов в онлайн-режиме. Будь первым и узнавай все от первоисточника. Ссылку на канал оставляю под этим видео. В 1960 году королева родила второго сына, а спустя четыре года на свет появился третий ребенок. В 1969 году Елизавета дала разрешение телеканалу BBC снять документальный фильм о том, как живут члены дома Виндзор. В 1976 году Елизавета II, являющаяся королевой Канады, приняла участие в церемонии открытия 21-х Олимпийских игр, которые прошли в Монреале. В 1981 году в королеву было произведено несколько выстрелов холостыми патронами. В начале 80-х была изменена канадская конституция. После этого кабинет министров Великобритании потерял свою власть над правительством Канады, однако было принято решение оставить Елизавету II главой государства Канада. 1992 год стал одним из самых худших за все время правления королевы. Принц Чарльз развелся с Дианой Спенсер, случился пожар в замке. Финансирование королевского дворца было серьезно урезано. В 2002 году было организовано множество мероприятий в связи с 50-летием правления королевы. В том же году из жизни ушли сестра и мать Елизаветы II. В 2010 году состоялось второе выступление королевы в рамках заседания Генассамблеи ООН. Год спустя она посетила Ирландию. Это был первый визит британского монарха на территорию независимого государства. В 2012 году глава государства приняла участие в церемонии открытия 30-х Олимпийских игр, которые проходили в Лондоне. В этом же году был принят революционный закон, согласно которому мужчины, являющиеся наследниками престола, утратили свой приоритет над женщинами. 2012 год стал 60-м для Елизаветы II в качестве монарха. Теперь о потомках королевы Елизаветы. Принц Чарльз. Чарльз родился в 1948 году и был первым сыном королевы и ее мужа Филиппа. Принц является первым преемником престола. После смерти Елизаветы II он станет королем Великобритании. Чарльз Виндзор, принц Уэльский, родился на следующий год после свадьбы его родителей. Он является первым внуком Георга VI, которого король увидел до своей кончины, и наследником трона после его смерти. За свою жизнь Чарльз был дважды женат. Первой супругой стала Диана Спенсер. Спустя некоторое время после гибели принцессы Дианы Чарльз женился во второй раз. Избранницей наследника престола стала Камилла Розмари. Их свадьба состоялась в 2005 году. От первого брака у Чарльза осталось двое сыновей – Уильям и Гарри. Еще одним потомком является принцесса Анна. Она является младшей сестрой принца Чарльза и единственной дочерью действующей королевы. Родилась Анна в 1950 году. Исповедует англиканство. Своё образование она получила в школе Бенненден. Принцесса дважды выходила замуж. Первым мужем Анны стал капитан Марк Филлипс, с которым она провела 18 с половиной лет своей жизни. Вторым мужем стал Тимоти Лоренс. От первого брака у принцессы Анны осталось двое детей – Зара и Питер. Девушка увлекалась конным спортом. В 1971 году она принимала участие в чемпионате Европы по конному тройборью. На турнире Анне удалось выиграть общий зачет. В 1975 году она заняла третье место в общем рейтинге, а спустя год приняла участие в Монреальских Олимпийских играх. С 1986 года в течение восьми лет принцесса Анна была главой Всемирной федерации конного спорта. Есть еще и Эндрю, будущий герцог Йоркский. Он родился в 1960 году в Букингемском дворце. Свой титул, второй сын королевы, получил в 1986 году, когда женился на Саре Фергюсон. Спустя два года у пары родилась первая дочь, которую назвали Беатрис. В 1990 году в семье Эндрю и Сары родилась вторая дочь, Евгения. В 1996 году брак герцога и герцогини распался. Из-за того, что Эндрю не имеет сыновей, нет и наследников титула герцога Йоркского. Это значит, что если он не женится и у него не появится сын, после смерти Эндрю, титул вернется короне и может быть присвоен еще раз уже другому человеку. Эдуард – четвертый ребенок королевы. Он является девятым в линии наследства британского престола после Чарльза, Эндрю и их потомков. Эдуард родился в 1964 году в Букингемском дворце, там же, где и его брат Эндрю. В 1999 году он женился на Софирис Джонс. В 2003 году в его семье родилась дочь по имени Луиза Маунт-Беттон-Винзор, а еще спустя четыре года сын которого назвали Джеймсом. Принц Гарри, младший сын Чарльза и Дианы, родился в 1984 году. Принцесса приняла решение отдать своих детей в обычную школу, чтобы те могли общаться с одногодками. В 2011 году Гарри получил звание капитана армейского воздушного корпуса. Спустя полгода принц захотел поработать брокером, устроившись в одной из брокерских фирм Лондона. В рамках благотворительных торгов Гарри удалось совершить сделку на 18 миллиардов. Гарри женат, его жена Меган Маркл, она же герцогиня Сасекская. У пары двое детей – Арчи Маунт-Беттон-Винзор и Лилибет Маунт-Беттон-Винзор. 8 января 2020 года Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сасекских. 13 января королева, принц Чарльз и другие члены королевской семьи собрались на экстренное совещание. После долгих переговоров им удалось прийти к соглашению. Было объявлено, что Гарри и Меган продолжат представлять британскую корону до окончания переходного периода, который истекает 31 марта. С 1 апреля у Гарри и Меган началась новая жизнь, без титулов и денег налогоплательщиков, но и без ограничений, которые с ними связаны. Несмотря на все изменения, принц Гарри остается наследником британского престола, причем порядок наследования не изменится. Правда, вероятность того, что он когда-нибудь займет трон, очень невелика. После смерти Елизаветы II королем может стать ее сын, принц Уэльский Чарльз. Следующие три места в очереди занимают старший брат принца Гарри принц Уильям и его дети. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Уильям, брат Гарри, он же герцог Кембриджский, еще один член династии Виндзоров и второй в линии наследников британского престола. Родился в 1982 году и является старшим сыном принца Чарльза и принцессы Дианы. В 2010 году Уильям объявил о помолвке с Кейт Миддлтон. Свадьба состоялась в апреле 2011 года в Лондоне. Сейчас у пары трое детей. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запустите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч, пока!